Новые религиозные движения И сегодня мы с вами рассмотрим такую секту экологического неоязыческого характера, как Анастасия или звенящие кедры Как мы видели из прошлых встреч и тем, которые были нами рассмотрены Что люди, которые объявляют себя целителями, пророками, Христами Обещают людям благоденствие, долгую жизнь Избавить от всех печали и забот Но, как замечено, и я вот пока ехал в студию, думал об этом То, если посмотреть, например, мы с вами рассматривали йогу, Сахаджи-йогу, Хатха-йогу И вот такой популяризатор Адвайта-Виданте, как с вами Викананда Который всю жизнь занимался йогой Но, как мы знаем, из его жизни умер в 32 года А, например, такой основатель секты Рэки, о котором мы с вами еще поговорим Как Акао Миссуэ, не дотянул и до 50 И всю жизнь ходил в очках с большими линзами И многие даже его последователи говорят о том, почему он не исцелил себе сам И не вернул себе зрение Хотя это обещал другим Но существуют и такие, которые вообще неизвестно, существовали ли эти персонажи Либо они были выдуманы А, скорее всего, это никто иной, как бесы Которые являлись людям Люди попадали под их влияние И популяризировали их как неких таких существ Которые, как и всегда, во всех оккультных и неоязыческих направлениях Подскажут человечеству, как правильно ему действовать Каким путем эволюции ему идти И такой сектой, пожалуй, является и выше обозначенная Это секта Анастасии Лизвинящей Кедры Которую в 1994 году основал Владимир Мегре С настоящей фамилией Пузаков Существует несколько таких организаций И под различными, вернее, названиями Звенящая Кедра Россия или ИЦ Анастасия Также Фонд культуры и поддержки творчества Анастасии Всероссийское движение землепользователей сотворения Фонд Анастасии Движение Родная земля и тому подобное Все эти фонды и движения имеют непосредственное влияние К этой сектантской организации С чего? Ну, можно было бы, некоторые скажут так, что Можно было бы уже и не говорить Все опять о 90-х Но на самом деле, как замечено, что во время пандемии Это сектантское направление достаточно активизировалось И продолжает сейчас набирать свои обороты Набирать обороты по распространению своей лжерелигии Вовлекая в свое сектантское сообщество Все больше и больше людей И чаще всего люди попадают в те или иные секты По неведению, то есть по незнанию И находясь в неком таком духовном одичании Мировоззренческом духовном одичании Вспомним, что Господь наш Иисус Христос Предостерегал не только о лжехристах Но также и о лжепророках В 24 главе Евангелия от Матфея Мы читаем, что Спаситель говорит Что тогда, если кто скажет Здесь Христос, не верьте Или там, как бывает Мы помним из прошлых бесед Как бывает видна Молния от восток до запада Так будет пришествие Сына Человеческого Сына Человеческого И далее в 24 главе В 24 стихе предупреждает Что восстанут лжехристы, лжепророки И дадут великие знамения и чудеса То есть будут обещать чудеса И будут даже их творить Чтобы прельстить, если возможно, и избранных То есть избранных – это крещеных Потому что много, как сказано Много званых, но мало избранных И как показывает практика Работы реабилитации лица от павших православия Что в сектах, как я уже об этом неоднократно говорил Более чем 90% Это люди, которые ранее были крещены В православной церкви Но отступили от матери церкви И немало людей находится и в секте Которую обозначил выше Анастасия Это секта, как я уже сказал Новоязыческого, экологического характера Кто такой был? Владимир Пузаков Мегре Он в 90-е годы был предпринимателем И тогда, кто помнит Было достаточно модно Вернее, когда деньги Не то, что это была даже мода Когда деньги обесценились То был такой расчет, как бартер И люди обменивались товарами Одни привозили одни товары Другие им давали другие И вот Мегре Пузаков Владимир отправился в тайгу Тогда еще будучи молодым предпринимателем Повез туда какие-то товары Для того, чтобы привезти оттуда лес Но, как свидетельствуют его сотрудники И его подельники Что он там сильно запил И так, что пропил весь товар Который у него был Надо было как-то рассчитываться Своими кредиторами Из своей компании И тогда Произошла с ним такая встреча Якобы в тайге Он встретил такую женщину Ему подсказали там старики Одному там 90-е было, 4 года Другому там с чем-то лет Что якобы в тайге Живет некая такая Анастасия И там есть в тайге Такие кедры Которые звенят Один раз в 300 лет И очищают нашу планету И наш космос А вот эта вот Анастасия По сути Которая в произведениях В дальнейшем в произведениях Пузакова Это некая такая богиня Она всему миру укажет путь Тому, как человеку двигаться По пути Чтобы не загрязнить природу Чтобы очистить Очищать землю От различных загрязнений Экологической среды И прочие-прочие наставления Как в экологической сфере Не только природы Но и души Для того, чтобы не быть голословным На разных порталах Можно найти много информации На самом деле В интернете Например, на миссионерско-апологетическом Проекте К истине И на других сайтах Статьи Небольшие заметки О учении Экологическом Неоязыческом учении Анастасии И чтобы не быть голословным Мало ли что Можно сказать О той или иной секте Лучше всего Я всегда так действую Предлагаю обратиться Непосредственно К первоисточникам К источникам То есть К источникам Откуда люди Черпают Все эти идеи А идея Именно такая Что всем нужно Срочно бросать Города И идти Покупать Экологические участки Землю Для того Чтобы на ней жить Для того Чтобы там Воспитывать детей В общем-то Идея На самом деле Кажется Такая Неплохая Для людей Которые Живут В Мегаполисе Но тем не менее Под этой идеей Скрывается И ее Оккультная Магическая Подоплека Итак Обратимся Непосредственно К книгам Владимира Мегре Есть вот такие Книги Вот например У меня одна Из них Книга Сотворения Которая Была Выпущена Тиражом Тиражом 300 тысяч Экземпляров Представьте Только себе У меня есть Вот моя книга Организация Методика Реабилитации Лиц Отпавших Православия Мои миссионеры Помогли Выпустить Бумажный Вариант 200 штук Да Что мы смогли Ну представьте 300 тысяч И это Не единственная Книга Могу перечислить Хотя бы Некоторые Из них Таких книг Подобным Тиражом Вышли Под следующими Названия Колдовое Здоровье Постарайся Быть здоровым Извиняющий Кедр России Как вырастить Здорового Ребенка Советы Лучших Мастеров Уроки Магии Здоровление Души Их выпущены Были И написаны Владимир Мегре В которых Он якобы Общается Как я уже Сказал А это Действительно Было так Анастасия Существовала Она Как человек Навряд ли Скорее всего Как я уже И сказал Повторю Это был Без С которым Ступил В такую Связь А потом Сказан Что Ступил И в Интимную Связь Что Якобы От этой Интимной Связи Родился У них И ребенок Но На самом Деле Никто Никогда Эту Анастасию Не Видел И однажды Его Последователи И попросили Чтобы Он Показал Им Они Уверовали Их Сотни Тысяч Последователей Чтобы Показал Им Анастасию Но Он Сказал Что Это Не Каждому Дано Видите Ее Просто Очень Большая Тайна И Посоветовал Всем Платно Ездить Лучше В Геленджик Которым Я Еще Впоследствии Скажу Где Есть Такие Долмены Где Якобы Была Древняя Цивилизация И Там Люди Могут Найти Исцеление Своей Души Вот Какие Здесь Существуют Воглавление Темы Например Первый День До Рождения Яблоко Которым Насытиться Нельзя Три Молитвы Те Люди Которые Говорят О том Что Это Просто Экологическое Движение Но Здесь На самом Деле Если Посмотреть Три Молитвы То На 53 Странице Владимир Мегре Читает Анастасия Молитву Отче Наш Но Когда Она Прочитала Молитву Отче Наш Она Очень Поникла Опустила Голову Как Там Написано И Долго Молчала И Потом Он Спросил Почему Она Молчит Она Сказала Ну Это Не Совсем Та Молитва Вот Тут Описывается Целый Диалог Что Ты Читала Как То Не Совсем Так С Душой Не Совсем С Три Молитвы Здесь Вот Они Как Раз И Даются Вместо Молитвы Отче Наш Поэтому Даже Этот Факт Не Отставляет Сомнений Что Это Движение Далеко Не Просто Экологическое Которое Призывает Людей Выйти Из Городов Поселяться На Лоне Природы Да Необычная Сила Тут Разные Есть Темы Энергия Любви По Образу И Подобию Где Действительно На 171 Странице Искажается Понимание Книги Бытие Сотворения Человека По Образу И Подобию И Так Далее И Вот Можем Встретить И в других Книгах Например Звенящая Кедра Россия 99 Год Страница 79 Где Говорится О том Что Он Встретил Там Как Раз Эту Девушку Цитата Маленькой Деревушки На Метров Удаленный От Больших Населенных Пунктов Он Встретил Анастасию А старики Вот Которые Ему Поведовали Об Этих Кедрах Это Сказано В книге Мегре Анастасии В 2000 Год Страница 7 Что Во время Стоянки Мегре Обратились Два Местных Старика Они Объяснили Что Кедра Живут 500 Лет И Начинает Звенеть И Излучает Особую Эту Если Кусочек Кедра Носить На груди И Шлифовать Его Пальцами То Цитата Человек Обладающий Этим Кусочком Становится Добрее Удачливее И Талантливее Конец Цитаты То есть Мы видим Здесь Явно Подмена Как мы Видели Сначала Подмену Молитв А теперь Подмена И Ношение Православными Людьми Нательного Крестика И Об этом Будет Сказано Еще Не Раз Что Необходимо Носить Такой Кусочек Кедра Для Того Чтобы Он Оберегал Человека И Подавал Благотворную Энергию Энергию Космоса По Также Через Несколько Лет По Возвращению В Новосибирск Откуда Он Плавал Для Бартерских Сделок Он Попал Под Жесткий Пресец Как я Уже Сказал Кредиторов И Неожиданно Исчезает Из города И Говорят Что Он Получит На гонорарах Позволили Мур Рассчитаться Книги Которые Он Начал Писать С Долгами И Далее Анастасия С которой Он Там Общается Которая Ходит Голая По Тайге Которая Питается Шишками И Орешками Которые Приносят Ей Белки Спит В Медвежьей Берлоге Да Прилетали Летающие Тарелки Брали Владимира Мегре И Ее На Другие Планеты Показали Высшую Цивилизацию Где Все В порядке С экологией И Необходимо Как Они Заключают Убрать Всю Технологию Но Если Невозможно Убрать Различные Достижения Научно-технического Прогресса То Тогда Самим Нужно Убраться И Прочие Прочие Идеи И Вот Анастасия Якобы Также Обладает Неким Всемогущим Лучом Книги Звенящие Кедры России Санкт-Петербург 99 Год Сраница 159 Что Она Обладает Неким Всемогущим Лучом При помощи Которого Может творить Исцелять Видеть Настоящее Будущее Изменять Судьбу Перемещаться В пространстве Посещать Другие Цивилизации И влиять На них Она Знает Не Только Все Языки Но И Устройство Любой Современной Техники Вот Как Я Говорил Они Уже Приземлялись На поляне Где Она Живет И Анастасия Вместе С Мегре Побывала У них В гостях Мегре Подробно Описывает Быто Планетян Заводы По Производству Летающих Тарелок И Пищи И По Пророчеству Анастасии В будущем На территории России Высадится Десант Инопланетян Это Тоже Цитата О Десанте Инопланетян И Вот Еще Цитата Инопланетяне Починят Себе Все Человечество Останутся Лишь Материальные Тела И Каждый Человек Будет Походить На Биоробота На Службе У Анастасии Находится Цитата Светящийся Голубой Шар Который Является Ничем Иным Как Сгустком Энергии Обладающим Интеллектом Который Приходит На Помощь По Первому Призыву Кем Пузаков Родители Анастасии Жили В лесу Тысячелетиями И Анастасия Потомок Пивуни Барды И Воина Барда Анастасия Учит Что До Рождества Христова На Земле Жили Люди Которые Назывались Кельтами Кельт Получивший Духовное Посвящение У жреца Друида Называется Барт И Вот Цитата Из Книги Мегре Извинящее Кедр России Страница Семидесятая Он Имел Моральное Право Идти В Народ И Петь Вселять В Людей Свет И Истину Своей Песней Формируя Словами Образы Исцеляющие Души Конец Цитаты Ну Вот Еще Одна Там же Только На Семьдесят Третьей Странице Он Пишет Что Они Барды Помогут Увидеть Новую Зарю Зарю Просветления Душ Людских Конец Также Особая Любовь Анастасия Обращена Не только К Бардам Но и К Дачникам Анастасия Рассказала Мегре Как На гектаре Земли Дачники Способны Устроить Собственный Рай Или Как Она Это Называет Пространство Любви И Сделать Себя И Последующее Поколение Счастливыми Немаловажную Роль Формирования Земного Рая Играют Растения Например Такие Как Кедры И Она Разводить Эти Кедры И Сажать На Своем Участке И Что Они Способны В Определенное Время Исцелять Плоть А главная Идея Исцелять И Душ То есть Этим Самым Создавая Некий Сгусток Энергии Космической Энергии И Как Она Выражается Пространство Любви И Способны Перенести Человека Через Время Времена Темных Сил Но На самом Деле Наоборот Человека Вовлекая Как Я Уже Сказал Что Город Геленджик Является Для Анастасиевства Своеобразной Меккой На Кавказе И Его Далмены Древние Каменные Столбы Или Укрытия Которые По словам Мегре Существуют Десять Тысяч Лет Мегре Объявил Далмены Источником Благодатной Исцеляющей Энергии В них Как Он Лет Назад Умирали Мудрецы Уходя В вечную Медитацию Конец Цитаты И Далее Он Говорит Также В книге Извиняющей Кедр Россия На 207 Странице Издательства Диля 1999 Год Что Геленджик Цитата Станет Богаче Иерусалима И Рима Потому Что Святынь Предков Наших В его Окрестностях Много И Значимее Они Чем Храмы И Иерусалима Конец Цитаты Также Там Была Создана И Школа И Говорят О том Что Возрождается И Сегодня Тогда Это Была Школа Щетинина Где Училось 300 Детей Это Такая Частная Школа Где Они Изучались Тем Что Овладевали Знаниями О том Как Создавать Пространство Любви Ученики Должны Были Знать Астрологические Прогнозы Знания Ученики Берут От Звезд Об Этому Сказан В их Пособии Также Практическое Применение Парапсихологических Явлений И Возможности Человека Изучается В этой Школе Детям Преподается Практическое Применение Традиции Народного Целительства И Так Далее Пятая Книга Мегре Которая Называется Кто Же Мы Только В Санкт-Петербурге Вышла Тиражом Полмиллиона Энземпляров А Совокупность Тираж Каждой Книги Превышает Миллион Энземпляров Итак К написанию И изданию Книг Прибавились Индустрия По массовой Продаже Кедровых Шишек Ростков И семян Кедра Которые Как Пишет Мегре Они Заговорены Да Кедровые Масла И пирамидки С не меньшим Успехом Анастасийцев Развивается И туристический Бизнес Анастасия Пообещала Мегре Что Скоро У него Будет Много Денег А сам Мегре Называет Отшельницу Цитата Машиной Для делания Денег Конец Цитаты В своей книге Извиняющей Кедры И вот Пока Я Готовил Вот Эту Лекцию То Наши Миссионеры Они Работают По разным Специальностям Своим Таким Обычным Светским И один Из них Работает IT Технологии И ездит По многим Городам И вот Буквально По дороге Сюда Когда Они там В наш чат Миссионерский Выложили Тему Сан Мин Му На прошлую Лекцию И одна Женщина Написала Что У нее Родственник Увлекался Этим Всем Думал Что В общем И нет А потом Начал Вовлекаться Кедрами И так Что случилось Сегодня Я как раз Собираюсь Записывать Именно Эту Тему А потом Другой Миссионер Сказал Очень актуально Был По-моему То ли в Новгороде Великом То ли Запросто Продают Возле Стены Прям В центре Города Продают И эти Кедры За Завышенной Цене Росточки Там Масло Пирамидки Книги Анастасии И так Учения Мегре Во многом Совпадают С учением Движения Новой Эры То есть Нью Эдж И Приправленной Смесью Научной Фантастики И Язычества Кто По учению Мегре Кем Является Бог Бог Это Межпланетный Разум Интеллект Силы Света Вакуум Абсолют Ритм Дух Бог Безличная Жизненная Сила И Энергия И вот Цитата Из Извиняющих Кедров Половина Бога В нематериальном Мире Вселенной Это Комплекс Всех Энергий Вторая Половина Его Частичками Рассредоточена На Земле В каждом Человеке Конец Цитаты На самом деле Как специалист По сектоведению Скажу Что это Чисто Гностетическая Можно не сказать Чисто Скорее Грязно Гностетическая Идея Именно В Анастицизме Там Было Такое Столкновение Мессии С силами Зла А у Мессии Были У них Своё Представление Мессии Были Доспехи Бога И вот Эти Доспехи Бога При Сильном Ударе Рассыпались По всему Свету И Второй Пришествии Мессии Будет Его Цель Будет В том Чтобы Прийти И собрать Эти Чистички Света Которую Он Растерял Во Всем Мире И Здесь Вытекает Целая Концепция О Разных Религиозных Происхождении Разных Религиозных Организаций И сект Что надо Каждому Человеку Зацепиться Якобы За эту Частичку Для того Чтобы Мессия Мог Собрать Свой Свет Которую Растерял Мы Видим Что Эта Идея Заимствована Именно Отсюда Когда Читаешь Эти Книги То Понимаешь Что конечно Это писал Не один Человек Скорее Всего Это Группа Людей Либо Это Группа Что Я никогда Не Исключаю Как Человек Верующий Группа Бесов Которые И в Гнастицизме И в Других Сектанских Религиозных Таких Организациях Как Древности Так И Современности Часто Вступали В общение С людьми И Давали Им Какие Идеи Которые Они Потом Оформляли Если говорить Кратко Вселенная Была Энергия Разных Множества Великим Это Их Цитата Энергия Сущности Живые Во тьме И мысли Во тьме Творили Цитата Прям Из Звенящих Кедров Неведомость Бога Нельзя Его Ведать Из-за Скорости Его Мысли Бог Изменивший Скорость Своей Мысли Уже Не Бог Божественным Свойством Обладает И главная Героиня Как Мы Анастасия Божественные Свойства Всемогущества И Всеведения Автор Называет Ее Цитата Из книги Пространство Любви Страница Другсотая 1999 год Называет Ее Совершенным Человеком Подобным Богу Богу Пишут Большие Буквы Подобным Богом И так Вот еще Одно Название Которое Дает Пузаков Своей Богине Биологом Внеземной Цивилизации И еще Пожалуйста Человеком Первоистоков И Богиней И так Анастасия Знает Настоящее Будущее Может влиять На судьбы Людей Исцеляет Душу И все Болезни Способна Слышать Отвечать Всем Людям Сразу Она По сути Вездесущая Вездесущая Она о себе Говорит Так Цитата Я землю Обниму Невидимой Невидимой Собой Анастасия Я Тоже Из Книги Зинящие Кедры Способна Также Производить Картины Того Что Производилось Человеком Миллионы Миллиарды Лет Назад Анастасия Постигла Знания Как Пишет О ней Пузаков Лам Востока Самого Будды Христа И Постигла Все Направления Йоги Также Пузаков Как-то В Зинящих Кедрах Один раз Только Обмолвился Об этом Больше Этой темы Нигде Не встречалось Что Якобы В Австралии Живет Тоже Некий Такой Человек Который Похож На Маугли Как И Анастасия Живящая Там В Дикой Природе Живущая В Дикой Природе И Что Якобы В Последнее Время Они Зачем То Непонятно Зачем Но Встретятся Поэтому Для Нее Иисус Христос Моисей Мухаммед Рама Будда Это Старшие Братья Анастасии И Вот Она Пишет О ней Пузаков Цитата Никто Из Них Не Получил Сполна Земной Любви Это Из Книги Кто Же Мы Страница 222 2005 Год Или Еще Пространство Любви Книга Страница 338 Цитата Любая Мать Может Родить Христа Или Мухаммеда Если Верить Что Родился Христос Или Мухаммед Видим Здесь Отношение Христа Действительно Богохульство Итак Здесь Содержится Также Намек На Исключительную Миссию Ребенка У них Родился Мегре Вступил В половые Отношения С Анастасией У них Родился Владимир Второй Наверное И здесь Есть Такой Антихристианский Пафос В этом Произведении Приобретает Действительно Кощунственные Размеры Что Бог Раздал Половину Себя Человечеству И поэтому Человек Творец Подобный Богу Бог Во плоти Цитата Но только На половину И плоть Его Все люди Земли Конец Цитаты Тоже Из Звенящих Кедров На 174 Странице Мы с вами Рассматривали Неопротестантизм В Америке И видели Что Мормоны Там тоже Учат Так Что Бог Когда-то Был Таким же Как и Человек Кто такой Бог Это Просто Развитый Человек Вот Эта Идея Оккультная Она Здесь Сквозит В общем-то И Лжеучение Анастасии Вот Что Например Так же Сказано В книге Мегрег Кто же Мы 2001 год Страница 230 Цитата Бог Хотел Чтобы Сын И его Творение Человек Было Сильнее Его Это Интересно Человек Может Творить И Совершенствовать Мир Силой Своей Мысли Человеческая Мысль Способна Создавать Иные Миры Или Менять Сотворенное Это Чисто Оккультная Идея Опять Можно Сказать Об этом Чисто Скорее Грязные Человек Через Подсознание Движет Всеми Планетами Человек Властелин Всех Энергий Вселенских Вскоре Землю Будут Населять Боги То есть Те Люди Чья Осознанность Позволит Принять Энергию Здесь Уже Мотивы От Такой Высшей Цивилизации О высшей Расе Которую Мы с вами Рассматривали В Учении Лжеучении Теософии В Тайной Доктрины О Идеи О сверхчеловеке И сверхрасе И тогда Я говорил Что Теософия Это Такая Настольная Книга Всех Оккультистов Что ли Да Потому что Большинство Идеи Которые В той или иной Мере Оттуда Черпаются И трансформируются Они Действительно Были Тогда Выведены Скажем так В идеях Блаватской В Тайной Доктрины И некоторые Из них В Разоблаченной Зине Вот здесь Мы с этим Сталкиваемся Пусаков Так пишет Что Ему Так Говорит Богиня Анастасия Что Человек Через Подсознание Движет Всеми Планетами И Мормонизм Опять же Человек Властелин Всех Энергий Вселенских Вскоре Землю Будут Населять Боги То есть Люди Чья Осознанность Позволит Принять Энергию Дух Это Энергетический Комплекс Состоящий Из множества Энергий После прекращения Плотского Существования Человеческого Индивидуума Некоторые Из этих Комплексов Подлежат Распаду На отдельные Энергии Потом Используемые В растительных Животных Соединениях Необходимых Природных Явлениях Ада И рая В христианском Понимании Не существует Смерть Это только Сон Это все Цитата Цитата Из книги Кто же мы 2001 год Страница 230 Мы видим Что Вот эта Идея Которая Будет Сказана Ниже Эта Идея О том Что Все растения Они способны Растения Живые Они способны Слышать И способны Впитывать В себе Энергию Не только Космическую Но и Энергию Нашего рода Отсюда Возникает Идея Для чего Нам все Эти земельные Участки На этих Земельных Участках Рекомендуется Как я уже Рассказал Сажать Кедры Но не только На этих Земельных Участках Анастасийцам Рекомендуется И хоронить Своих Предков Не на Кладбищах На кладбище Всячески Возбраняется Там энергия Теряется А именно На участках Где Так же Рекомендуется Зачинать Своих Детей В полнолуние И разные Другие Астральные Астрологические Периоды Для того Чтобы соединяться С этими Духами Своих Умерших Предков И общаться С ними Мы знаем Что в книге Второзакония 18 главе Есть такие Слова Что Можно и Открыть И прочитать Что Всякий Человек Который Общается С духами Умерших Колдуны Обаятели Гадатели Ворожея Все это Мерзость Перед Господом Но здесь Идет Прямая Рекомендация И вот Она связана Не просто С тем Чтобы здесь Благоденствовать На этой земле Да Но чтобы И попасть В рай То есть Человеческая Душа По учениям Игре Или навсегда Засыпает Или воплощается В новом теле Вновь Воплотиться Душа может Лишь только В том случае Если человек На одном Гектаре Земли Устроит Свой Рай То есть Родовое Поместье Родину Или Пространство Любви И возделать Его необходимо По проекту Анастасии И вот Как я уже Говорил Что похороненный На этом Участке Должен быть Человек Который Жил на этом Участке Тогда его Энергия Сохранится Хоронить Не должно Быть Здесь Мы встречаемся Также С примером Рериховское Учение О Шамбале Где Главная Идея Воссоздание Шамбалы И Помегре Выращивание В городах Так называемых Звенящих Кедрах И вот Как я уже Говорил В самом Начале Что По словам Автора Кедры Около Трехсот Лет Копят В себе Космическую Энергию После чего Начинает Звенеть И вот Цитата Что Что же Дальше Цитата Из Пространства Любви Страница Сорок Седьмая Все Божественные Творения Вечны Самодостаточны Сами Себя Воспроизводят Все Живущие На земле От Травинки До человека Представляют Собой Гармоничное Единое Целое И Вечное Конец Цитаты Вот Еще Цитата На следующей Странице В этом же Произведении Человек Может Переместить Своё Тело На другую Планету Вместе С частью Атмосферы И жить Там Конец Цитаты Вот Это Из области Мормонизма Светлые Силы Следующая Цитата Это Светлые Мысли Когда-либо Произведенные Людьми И мы заполнены Всего Пространства Конец Цитаты Следующая Цитата Физические Болезни В человеке Появляются Вследствие Его Самоустранения От Окружающей Природы Природа Пишет Большие Буквы И Темных Чувств Которые Он Допускает В себе Конец Цитаты Вот Еще Тоже Из пространства Любви Да Растения Производят Мысли И чувства Свет Солнца Создается Людской Любовью Энергия Чистой Любви Самая Сильная Энергия Во Вселенной Но Как нужно Сажать Тут Дается Целая Рекомендация Когда Я читаю То Что Есть У Анастасии И читаю Там Например Даутскую Литературу То Здесь Сразу Очевидно Заимствование Из Так Назваемого Фэншуя То Как Что Устроить Для того Чтобы Сдержать Что Эта Энергия Космическая Чтобы Она Могла Быть Уравновешена Не только В вас Но и В окружающем Вас Среде Здесь Все Эти Рекомендации Они Видны Вот Например Рекомендуется Цитата Для посадки Саженцев Обязательно Необходимо В Выкопанной Лунке Своими Руками И пальцами Босых Ног Помять Землю Плюнуть В лунку И Через Потение Ног Из Человека Выходят Вещества Содержащие Информацию О Заболеваниях Организма Эту информацию Получают Саженцы Они Передадут Ее Плодам Которые Будут Способны Бороться С Недугами Конец Цитаты Это тоже Из Пространства Любви Также Рекомендуется Общаться С Растениями В Полнолуние Дотрагиваться До них Если Говорить Еще Несколько Слов Уфологии То есть О вере В летающей Тарелке Считается Что И топливом Для летающих Тарелок Служат Именно Микроорганизмы Которые Превращают Газообразные Вещества В твердые Здесь Дается Скорость Летающей Тарелки Таким Образов В своем Участке Высаживаете Тетельные Растения Микроорганизмы Они привлекают Летающие Тарелки Чтобы они Приземлялись И заправлялись На вашем Участке Как бы это Не выглядело Казалось бы Так Что Некоторые Люди Меня спрашивали Когда Преподаю Сектоведение Это вообще С головой У них Все Хорошо Но на самом Деле Психическое Отклонение Не наблюдалось Есть Многие Экспертизы Когда Тоже Пеняли Это Позаков Он где-то Приводит И справку Что он Психически Здоров Здесь Действительно Психически Он может Быть и Здоров Но Снова Снова Повторю Общение С бесом Приводит Человек К такому Глумлению И В полном Смысле Слово Беснованию В своих Высказаниях Или Вот еще Например Такая Идея Раньше На земле Жили Принтозавры Которые Исчезли Потому что Человек Не нашел Им предназначения То есть Они дают Ответ На вопрос Который Часто Дает Сегодня Молодежи А куда Делись Динозавры И прочее Они Тоже Не упустили Из виду И Пузаков Дает Ответ И говорит Что Куда Они Исчезли Вот Он Пишет Что Принтозавры Были Большие Заполненным Газом От Пищи Который Легче Воздуха С Тонким Скелетом И Маленькими Внутренностями Подпрыгнув Махая Крыльями Принтозавр Мог Летать Когда Накапливался Избыто Газа Принтозавр Изрыгал Его Через Пасть В пасти Торчали Клыки Из Кремня Создавая Зубами Иску Принтозавр Поджигал Газ Из Брюшной Полости То есть Мы Видим Здесь Что Попытка Такая Объяснить Кто Такие Были Брюшной Брюшной И как Они Выглядели Есть И Такой Вброс В сторону Православия В сторону Христианства Например Пространство Любви На 26 Странице Пузаков Пишет Эйвы Пророки Тысячелетие Твердящие О безысходности И бренности Земного Бытия Люди Пугающие Адам И судом Смирите Пыл Свой Вы Повинны В том Что Понимает Небо И человек С трудом Любая Религия Например Кто Мы Тоже На 146 Странице Бренно Религия Приходит И уходит Со своими Храмами Философами Ну А Наверное Он хочет Сказать Что А мы Остаемся Всегда И вот Когда То что Я начал С самого Начала Показать Где же Анастасия Он сказал Что Надо только Поверить Что она Есть Но Был Целый Бунт Такой Внутри Сказали Что мы Хотим Ее Видеть Но Он сказал Что это В любом Случа Невозможно И тогда Анастасия В своей Книге Вернее Мегре Написал В книге Которая Так называется Анастасия На 151 Странице Я существую Для тех Для кого Я существую Вот Такая Примерно История Связанная С этой Неоязыческой Экологической Секте Под названием Извиняющие Кедры Как мы Видим Что Дерево Кедра В общем Называется По сути Богом И Спасителем Как мы Видели Кусочек Кедра На груди Надеты В ходе Особого Ритуала Сложат Вместо Креста Кедр Это Некая Такая Панацея Как мы Прочитали Что Шлифовать Шлифовать Его Пальцами То Человек Исцелится От Любых Болезней И даже Кощунственно Мегре Говоря о Кедре Берет Цитату Из Евангелия Таана 1 глава 14 стихе И Цитирует В нем Была Жизнь Была Свет Человеков Относя Это Кедру Таким Образом Мы Видим Что Секта Мегре Не имеет Отношения К какому Просто Экологическому Экопоселку Так Лучше Сказать Не имеет Отношения К Никакой Просто Экологии Это Действительно Секта Своим Учением Со Своей Подменой Христианства Своим Таким В общем-то Часто Богохульным И богомерзким Учением О молитве О кресте О природе Человека О происхождении Предназначении Человека На земле Будем всегда Помнить Я как-то Приводил Цитату Из Определения Архиерейского Собора 1994 Года Где Сказано О том Что Люди Влекающиеся Неоязычеством Оккультизмом И прочими Учениями Отлучают Себя От единства Со Русско-Православной Церквью Со Святой Соборной Апостольской Церквью Поэтому Когда нам Прилагают Какие-то Экологические Проекты Какое-то Счастье Счастье На земле Здоровье И прочее Благо Всегда Будем Внимательны И вспоминать Слова Апостола Павла Который В послании К евреям Во второй Главе Первом Стихе Пишет Будьте Внимательны К слышанному Чтобы Не Отпасть Действительно Будем Внимательны К тому Что нам Предлагают Чтобы Не попасть В ловушку Лжехристов И Лже Пророков Внеси Свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...